Прибывший с получасовым опозданием, Иван Пресекар начал с хорошей новости. Принципы работы налоговой инспекции меняются. Будет пересмотрено отношение государственной инстанции ко всем налогоплательщикам. Добропорядочные будут поощрены сертификатами, предполагающими освобождение экономических агентов от всяческого рода проверок в течение двух лет. Над остальными будет усилен контроль. Налоговый кодекс должен быть доработан, в частности, пунктов, касающихся нового бизнеса, говорил глава инспекции, оставшись уже в тесном кругу агрария в районах. Все экономические агенты, чья прибыль варьирует от 100 до 600 тысяч, попали под несовершенство налогового законодательства, которое установило две ставки в размере 3 и 12 процентов налога. Очень просто, знаете, вот шторы, да, чтобы шить эти шторы, допустим, материал нужно, да, 80 тысяч материалов, да, 10 тысяч, чтобы я их шил. Все, и зарплата, и нитка, и что, и все так, да, 90 тысяч. Ставлю рентабельность 10 тысяч, будет 100 тысяч. Так, если было бы 3 процента, это состав сколько, 3 тысяч. Если бы я платил с рентабельностью 12 процентов, это 1200. И я этот пример привел на четвертом этаже в Минфине, что вы обманываете налогоплательщика. Кажется, что 12 и 3, и вот на это ловятся люди. Но фактически налог в три раза больше. Должен быть 1 процент, чтобы был действительно стимул для малого бизнеса. Таким же несправедливым, по мнению Ивана Пресыкару и сельхозлидеров, стал и новый законопроект о едином сельскохозяйственном налоге. Но что касается вот этого единомного налога, это такой же обман. Вы поймите, вы в прошлом году знаете, через что прошло. Это засуха, да? Не дай бог какой-то град, не дай бог, не знаю, что еще. Бывает ведь всякое. И если нету прибыли, вы не против, да? А в данном случае, что не случится? А там 70 процентов. Этот подоходный налог сидит в этом едином налоге. Пообещал поддержку начальник госинспекции и председателю района в решении вопроса передачи объектов в соцкультбыта для уменьшения задолженности перед государственным бюджетом. Мы имеем на стадии двух комиссий рабочих, рабочую группу, созданную по указанию премьер-министра Филата. В прошлом году руководитель является Барба Нягра этой группы по передаче объектов соцкультбыта в Алиперже, Кортен, Нижняя и Верхняя Алмата. Вопрос к налоговой какой? К налоговой. Было бы очень хорошо, чтобы налоговая заняла позицию, я думаю, что это будет правильно, с тем, чтобы это имущество передать собственностью. Вы считаете, что вы имеете поддержку? Имею, все. Спасибо. Вот сельхозники услышали. Нам нужно очистить. Да, очистить. Я хочу, чтобы были очистены, чтобы мы могли свободно развиваться. Все остальные вопросы Иван Пресыкар попросил передать в письменном виде. Он опаздывал на следующую встречу. Лидия Пасарь, Сергей Каярек, НТС.